Кто куда? А, я сейчас помчу. На маникюр надо обновить. Моем уже три недели. Смотрите, как сильно отрос. Поэтому сделаю, наверное, новенькие ярко-ярко-розовые ноготочки. Ну, а пока жду такси. Ну, я сделала вот такой ярко-ярко-розовый маникюр, как и планировала. Ярко-ярко-розовый. Очень довольна. А теперь едем по делам. Позже расскажу, по каким девочкам. И всем привет! Мы поехали в топор. У меня уже, посмотрите, вся красотой. Вот так обклеила все свои. И ножки. И даже, даже ручки. Ну, едем в лицо, так что можно и побаловаться немножечко. Вечер. Мы приехали в топорнино. И сейчас будет перекус. Ну, точнее, я планировала, чтобы у меня перекус. Взяла себе роллы. Но Макс сказала, что тоже хочет. Так что придется с ним делиться. Какова красота. Да, да, милая. Чего ты хотела сказать? Крях! Крях! Иди сюда, иди сюда. Иди к мамочке. Не хватит идти. Сегодня 1 августа. И у нас сегодня осетровая полно луне. Смотрите, какое красивое розово-красное небо. Обалдеть! Костер. Горит закат. И горит горелка. Максу подарили 2 года назад. И вот сегодня мы ее спустя 2 года тестим. Сегодня я буду спать в машине. Постельный Макс тут постелил. Там у нас темнота. И палатка Макса. Где-то он там. Сейчас придет, меня закроет. Ой, хорошо тут. Две подушечки у меня. Доброе утро, мои хорошие. Я была вчера в 12 ночи. Я встала аж в 5 утра. И раз уж встала, пользуясь случаем, покажу вам красоту. Вот такая у нас тут новенькая беседка. Поставили новую беседку. Это порная цена. Как в том году 350 рублей в сутки с человека. Спала я в машине просто прекрасно. Макс спал у меня в палатке. Максик у меня еще спит. А я наслаждаюсь видами. Смотрите, какой кораблик плывет. Андрей и Рублев хотели бы попутешествовать на таком. Я бы не отказалась. Боже мой, боже мой, кто к нам идет? К нам идет чайчик. Моя сестра с мужем приехали. Показываю их машинку. Мы купили аксель. Через несколько дней они купили черри. И они купили палатку. Тоже сделаю вам такой обзорчик. Такая она с тамбуром. И зайдем внутрь. Тут комната. Красота. В моей палатке спит Макс. Там обзор делать не буду. Ну, в принципе, я вам ее не раз уже показывала. У нас две комнаты и тамбур. Смотрите, какое классное видовое место. Можно кушать с прекрасным видом. Ну и вообще поела и сразу плавать. Единственное, тут близко дорога. Близко ездят машины. Не позагорать. Ничего. Но место классно. Интернет ловит отлично. Обалдеть, такие селедки плавают. Сейчас приближу. Давай ли, накорми их. В очередном автопутешествии купила гриль-доги какие-то. Они, правда, не очень симпатичны. Ну, давай. Езжаем в Череповец. Решила заснять вам кусочек. Показать этот город. Мы были в Белозерске с вами недавно. Отдыхала и в палатке, и в отеле. Были в Топорне. Под городом Кириллов. Три дня жила в палатке. Ну, только что ночевала, получается, в машине, не в палатке. А сегодня буду ночевать в палатке на Рыбинское водохранилище. Едем под Череповец. Но сначала, я так понимаю, мы заезжаем в магазин. Мы заскочили в Череповцевке и все взяли с собой картошечку погрызли. Да, ребятки, помогли вытащить машину, там встало. Значит, мы сможем проехать. Могли парням спуститься. А нам сказали, что там можно даже не спускаться. Есть хороший спуск через лес. Так что едем, машину не ломаем. Вот в такое классное место мы приехали. Народу, в принципе, немало, но не совсем хватит. Вот такая красота там, где мы остановились с палатками. С одной стороны лес. Правда, говорят, здесь волк выходил. И сегодня ребята видели гадюку. Прям в палатке приползла. Ну, да ладно. В общем, с одной стороны лес, а с другой стороны Рыбинское водохранилище. Мы одну ночь ночеваем здесь, либо две. А на Рыбинском водохранилище ну просто как. Море практически. Закаты. Мне красиво. Очень красиво. А мы не успели из одного путешествия приехать. Как уже сейчас помчим в другое из Макса машины. Будем пересаживаться в машину родителей. У нас автостоп. Посмотрите, какая красота. Показывала вам не раз. Но покажу еще и сегодня. Дедушка говорит, это что, пирамиды или здесь делают шашлыки? А я говорю, виг вам. И все уверенно. Я угадала. Вот так вот красиво. Обычно обчитаю. Все написано. Сейчас скажу. Это храм Гарни. Приехали перекусить цепенугуру. Владик в телефоне. Хотят вот такая классная детская. Красивый вид. Сейчас ждем еду. Пока принесли мне селедочку. С картошечкой обожаю ее. Скажи, что бабушка не может дождаться. Уже вырывает у дедушки. Не вырвай. Сидеть. Я не хочу. Народу у бассейна очень много. Фоткаться туда не пошли. Так, сфоткались уже у Самвотеля, Цепина гора. У Волка, конечно же. Смотрите, сколько много машин. Но мы поехали в следующее место, в город Кириллов. А мы снова приехали в Топорню. Сокольский Бор, Национальный парк, Русский Север. Ждем пока такой шлагбаум. Купили билеты. Билетик 350 рублей с человека в сутки. Стали люди разъезжаться потихоньку. Там уже пустая беседка. Здесь пустая беседка. И даже посмотрите, какое классное местечко. Кострище, мангал и лесная походная баня. Я в такой была, в Белозерске. Еще даже больше оставили. С одной стороны, вроде нельзя загрязнять природу. С другой стороны, кто-то здесь попарится. Будет круто. Вот. И очень хороший заход в воду. Что там? Что вот тут? Сейчас немножко пойду. Конечно, я в шортиках. Но постараюсь идти столько, сколько смогу. И покажу. Смотри, вам стояночки. Если получится. Так. Шорты мучаются. Так. Давайте как-то так попробуем. Как это дело все выглядит с воды. А мы приехали в деревню. Здесь ничегошечки не изменилось. Деревня прямо у дороги растут грибочки. Тут. Еще тут. Где-то я видела. Тут. В общем, могут быть. Вот еще. А мы на реке готовим окуня. Морского окуня. Десять вечера. Мы вызвали такси. И идем ей навстречу. Кто это? Кто это? Короче, мы в лесу. Идем искать машину. Ну что, покажу вам наш 208 номер. Тут у нас две кроватки. Вид из окна. Покажу вам, наверное, уже. Наверное, уже утром. Что еще есть? Стол. Телевизор. Столики. Кушины. Водичка. Макс ездил за грибами в лес, потом забрал меня из отеля. Мы съездили на кладбище. И сейчас возвращаемся в деревню, но нашли кукурузу. Целое кукурузное поле. Конечно же, мне здесь надо будет сфоткаться. Че ты, дедушка, говоришь, что я хорошо слышу, а радио включаешь, кричит она у тебя. Мы приехали в Белозерск, я сдвигала к озеру, искупилась. И сейчас в другую машину приедем еще в другой город, в город Ивилаш. Получается, у нас сегодня дороги, дороги, дороги. Мы приехали в Нижнюю Монду, это за Белозерском деревню. Туда отвезли родителей, мужей, Владюшку. Их там оставили, вернулись снова в Белозерск. Я искупалась. И сейчас едем в Кириллов. Оттуда в Топорню. С собой палатка, так что переночуем. Наконец-то выдохнем, потому что на часах уже, не знаю, 5 или сколько времени-то. Сколько там у нас, да, 5-15 уже. А мы выехали из дома утром. И очень-очень хочется и поспать, и отдохнуть. Так что мчим. Мы на пароме из Белозерском, чем в Кириллов. Мы уже причаливаем. Река Шексна. А мы уже в городе Кириллов. Машина, правда, назвала такая вся грязная, потому что мы ее даже не мыли нам некогда. У нас одни путешествия. Мы уже накатали 2,5 тысячи километров. Но по моим блогам вы сами, я думаю, заметили, как много мы путешествуем. Так что хотя бы кусочек Кириллова вам показать. И помчали уже в Топорню. Ну что, мои хорошие, мы с вами снова приехали в Топорню. Сегодня 10 августа, и мы здесь отдыхаем уже третий раз за август. Причем первый раз отдыхали аж 3 дня. Погнали снова. Мое доброе утро в Топорне. Начинается, конечно же, с умывания, с крема, с масочек. И с витамина Д3 для энергии. Кормлю уточек. Ай, ты поглядящая страсть. А мы решили еще на ночь остаться в Топорне. Сейчас купили билеты, купили продукты. И мчим обратно на нашу стоянку. А потом приеду домой, переночую. И с утра уже уеду в Великий Устюг на 2 ночи. Субтитры сделал DimaTorzok